Это медресе имени Сайдбега Деитова. Вот уже 18 лет ежегодно здесь проходит всероссийский конкурс. Собираются лучшие из лучших, молодые знатоки ислама со всей страны. Конкурс проходит по трём номинациям. Первая – на лучшие знания правильного совершения намаза. Вторая дисциплина – хивс, то есть правильное чтение Корана. Конкурсанты по памяти цитируют экспертам строки священного писания. Одна ошибка может стоить призового места. Рашид Гуляев приехал из Татарстана. Ему 22 года. Он начал учить Коран в 19 лет. И всего за два года стал хафизом. Теперь впервые решил проверить свои знания на конкурсе в Дагестане. Вот тут смотрю люди, маша Аллах, прям хорошее впечатление. Видно сразу, что хорошее хафизо, то есть хорошо знаем. Там с детьми поговорили, маша Аллах. Вы как рассчитываете? На какой результат вы рассчитываете? Я не знаю, лично не знаю. Аллах валим, только Аллах. И последняя, самая сложная номинация – это «Знание основ ислама». Студенты выполняют задания на арабском языке. Здесь важно не только уметь устно отвечать на вопросы, но и писать грамматически правильно. Они должны знать из каждой науки, целых пять наук. По всему вопросу, это 35 вопросов, на все эти вопросы должен человек ответить и набирать достаточные баллы для того, чтобы получить какое-то призовое место хотя бы. В этом конкурсе в общем принимает участие более 300 студентов. Их оценивают известные авторитетные исламские учёные страны. Проявить такие вот исламские знания, поднять нравственное воспитание, уровень нравственного воспитания среди, особенно молодёжи. И также распространение, то есть не даст моральный упадок обществе людей. Также создать климат единства и климат взаимопонимания среди общества, среди мусульман всей России. Организаторы уверены, такие соревнования необходимы студентам. Постоянным спонсором конкурса является торговый дом Кирго. Победителям и призёрам подготовлены ценные подарки. Итоги всероссийского конкурса подведут 25 мая. Среди главных призов автомобиль иностранной марки Volkswagen Polo. Его получит лучший знаток по наукам ислама.